Ежегодно, начиная с 2004 года, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Эта дата выбрана не случайно. В этот день родился австрийский врач и иммунолог Карл Ланштейнер, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека. Всемирный день донора крови объявлен для того, чтобы выразить почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, а также для привлечения новых доноров. Донорская кровь ежедневно спасает жизни тысячи людей, но с каждым годом свободной крови нужно все больше. Вообще мы в год вырабатываем около трех тонн крови. В эти три тонны входят и плазма крови, и клетки крови, свежезаготовленные тромбоциты, к примеру, все виды, которые можно заготовить, входят вот в эти три тонны. Все доноры, которые сдают кровь нашей республике, непосредственно у нас в лечебном учреждении, или у себя в районе, то есть в Урубском районе, в Карачаевском районе, или в Зеленчукском районе, эта вся кровь уходит в лечебные учреждения нашего региона. То есть непосредственно человек, который сдал кровь в Карачаево-Чергесии, помог больному, или человеку, который нуждается экстренно в крови, то есть это после ДТП, после какой-то любой другой травмы, или роженица, например, потеряла много крови при родах, это все уходит в наши лечебные учреждения. То есть у нас есть банк крови, то есть надо понимать, что человек, который сдал для кого-то, например, то есть не именно его кровь попадает именно сегодня тому человеку, для кого он сдал, для чего мы привлекаем, например, родственников, пациентов. То есть если непосредственно постоянно передавать кровь в лечебные учреждения, и не восполнять этот банк крови, то в экстренной ситуации может случиться так, что нету крови, и человек, который сдает кровь, в основном наши доноры, они знают, что кровь нельзя заменить никакими другими медикаментами. То есть нету химического или биологической разработки, которая заменяла бы полностью на 100% саму кровь. Поэтому эта работа наша, связанная с заготовкой крови, и ту работу, которую делают наши доноры, это та работа, которую нельзя заменить на сегодняшний день никаким другим аналогом. Нам очень приятно, что наши доноры осознают эту важность. Я хочу заметить, что многие доноры приходят не потому, что мы им позвонили, не потому, что у кого-то родственник заболел, просто они приходят с пониманием, с осознанием того вопроса и той задачи, которую они ставят для себя в первую очередь. То есть их никто не заставляет, у них нет принуждения. То есть это гражданская позиция, это осознанность самого человека, для чего он делает и как он помогает. И это очень важно, что люди сами это понимают. За 58 лет своей жизни житель Черкесска АОС Цеков сдал кровь в 158 раз. Впервые это произошло, когда ему исполнилось 18, а затем солдат Цеков регулярно сдавал кровь, находясь на службе в вооруженных силах СССР, который он проходил у Братской Чехословакии. Афганистан когда пошел, наших ребят ранили там. В это время доктора приходили и кровь брали для них. И основная сдача крови пошла оттуда в 80-м году. И с 80-го года до сегодняшний день я сдаю кровь. Вот недавно, буквально полмесяца назад я сдавал, в 158 раз был. Это в литрах, если взять, где-то 70 с чем-то получается литра. Вернувшись из армии, АОС устроился работать в Черкесское химическое производственное объединение и продолжал сдавать кровь. Агитировал там нескольких ребят. Они, по-моему, уже почетные доноры. Чтобы получить звание почетный донор, кровь необходимо сдать не менее 40 раз. Так что арифметика несложная. Герой нашего сюжета это почетное звание заслужил 4-х кратно. Вы ведь в какой-то момент могли остановиться, но не бросили. Вы посмеетесь, я после каждого круглого, там 100 раз, 110 раз, я говорю, может, хватит, остановимся. Ну, бывает, звонят, со станции переливания прийти. Бывает, ну, два месяца проходит, вот, обычно. После двух месяцев я сдаю кровь. И каждый раз, вот, после круглой даты, я думаю, вот, остановлюсь, остановлюсь. Ну, не получается, привык, наверное. У вас группа какая-то редкая? Да нет, у меня обычная вторая положительная. Бывает, ну, это редко, вот, бывает аварии, то ли больному. Ну, звонят, приходите, кровь сдавать. За эти 158 раз никогда не было ни головокружения, ни плохо. И когда побоеваешь людям, это очень, я так думаю, хорошее дело. Люди, наверное, не понимают, которые близко к этому отношению не имеют. Вот, когда ты сдаешь кровь, что ты спасаешь человека. Ну, честно говоря, я бы, вот, пользуясь этим, молодежи, молодежи сказал бы, чтобы они начинали. Вот, с 18 лет можно сдавать кровь. Они даже не заметят, как пройдет время, как станут почетными донорами. Это очень хорошее дело. Хотя бы, тем более, в это время помочь людям вот этим хотя бы. А вы знаете кого-нибудь, кому перелили вашу кровь? Ну, вот, я же рассказываю, я фамилию точно не помню. Это лет 10, наверное, было. Может, чуть-чуть раньше. Кому-то перелили, и женщина домой приходила, вот, благодарила. Вот это я точно. 42 года АОС Мухадинович Цеков сдает свою кровь, тем самым сохраняя кому-то жизнь, очень часто вероятность спасения которой исчисляется минутами, начиная от донора, заканчивая службой доставки крови и подключения ее для переливания. Олесе Ткаченко 39 лет. Она живет в республиканской столице и впервые решила прийти на станцию переливания крови. Я как бы понимаю всю важность этого события, потому что крови может не хватить людям, которые, например, попали в аварию, у которых, возможно, какие-то заболевания. Поэтому подумала и решила, что попробую. Если это будет не страшно, не больно, может быть, еще раз приду. Может быть, даже стану постоянным донором. Но вам сейчас не страшно, не больно? Нет, нормально, все хорошо. Вот, я не знала, как проходит эта процедура, но думаю, что все будет в порядке. Процедура длится не более пяти минут. Молодой донор улыбается, значит, чувствует себя хорошо. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Многим рекомендую не бояться и приходить на станцию переливания крови, чтобы стать донором и помочь людям. Мы тоже, в свою очередь, конечно, стараемся агитировать, привлекать новых доноров. То есть донором может стать, например, человек, которому исполнилось уже 18 лет. Поэтому приезжают новые студенты, к примеру, учиться. Мы их привлекаем. То есть у нас есть молодежная организация, которая работает, например, со студентами-медиками или с медколледжем нашим. Каждый год, бывает даже несколько раз, они приходят, делают свои студенческие акции и привлекают новых доноров. Ну вот, в пандемию был такой зачастной период, когда нельзя было собираться массово. То есть мы не могли собрать у нас в учреждении большое количество людей, опасаясь, что среди них может оказаться человек, который является носителем. Но сам еще этого не знает. Теперь, когда уже пошли послабления, вот 14 июня, Всемирный день донора. Так как 14 попадает на выходной день, мы будем проводить 15 июня большую акцию. Если будет хорошая погода, то с выездом на площадь перед правительством, у нас есть перевозная станция переливания крови, там тоже будем любого прохожего человека, у которого будет с собой паспорт, мы будем принимать как донора. Во Всемирный день донора принято поздравлять и выражать благодарность донорам крови и призывать пополнить их ряды тех, кто еще не решился. Многочисленные образовательные лекции на тему донорства повышают знания в этой области, отвечают на возникающие вопросы у тех, кто только собирается сдать кровь, привлекают внимание к обеспечению и поддержанию необходимых запасов крови. Это объединяет людей, делающих большое и важное дело, обращает внимание общество на них и современные проблемы нехватки донорской крови. Кто и как может стать донором крови? Когда приходит донор, у многих есть такое представление, чтобы стать донором, ему надо где-то сдать анализы, провериться, потом прийти к нам и сдать кровь. Нет, мы все делаем сами. Человеку нужно желание и паспорт, чтобы удостоверить личность. Все другие анализы, начиная от общего анализа крови, биохимии, коглограммы, гепатиты, ВИЧ, мы сами проверяем. Если все в порядке, то человек сдал успешную кровь, и его кровь будет прилито кому-нибудь из больных в нашей регионе. В текущем году Всемирный день донора проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». В Карачаево-Черкесии людей, готовых поделиться своей кровью и тем самым спасти кому-то жизнь, немало. Вообще, планом Министерства здравоохранения нашего региона в месяц у нас должно быть 500 доноров. Но мы очень хвастаемся, что у нас намного больше. То есть даже в период пандемии мы держали эту планку в 500 доноров. Поэтому хочется сказать большое спасибо нашим донорам. Мы вас очень сильно любим, мы вами очень сильно гордимся. Будем рады видеть тех, кто еще не сдавал, но хочет.